Привет мои дорогие! С вами говорящая Чихуахуа Софи из Таиланда. Пока идет конкурс ваших видео у меня в группе, я решила сделать видео про то, как собачке научиться плавать. И обязательно отвечу на все вопросы, которые задавали по этому поводу. Итак, все зависит от характера. То же как у людей, одни любят плавать, другие просто купаются в воде, третьи вообще не любят. Поэтому приучить к воде, чтобы мы перестали ее бояться, научить нас плавать можно. Но заставлять не нужно, мы же живые, себя же вы не заставляете, вот и нас не надо, раз не хочется. Так что приучаем к воде. Для начала просто начните прогулки у воды. Если ваш питомец не решается зайти в воду, отбегите от него, зайдите в воду по колено и игрой увлеките его за собой. Если он пройдет по воде хотя бы несколько шагов, то похвалите его. Затем можете попробовать уходить подальше. Если ваша собачка пройдет несколько метров, а тем более, если принесет палочку с мелководья, поощрите ее. Затем, когда вы увидите, что малыш перестает бояться и потихоньку заходит в воду, отлично, поощряйте его и обязательно отвлекайте игрой. Собачкам полезно плавать для здоровья так же, как и двуногим. Главная ошибка большинства людей, это то, что они думают, что все собаки с рождения умеют плавать. На самом деле это не так. Это точно так же, как и у людей. Людям, чтобы плавать, нужно сначала научиться. Так как же научить питомца полюбить воду, правильно плавать и не утонуть? Говорю сразу, выбрасывание вашей собачки в воду не даст никакого результата. Может быть даже наоборот, отобьет желание плавать у питомца навсегда и испортит ваши отношения, а так же значительно подорвет доверие к вам. Приучая собачку к плаванию, никогда не применяйте принуждение и не пытайтесь, взяв ее на руки, заносить на глубину. Так что никакого насилия. Сегодня я расскажу о двух способах, как научить плавать. Способ первый. Берете не тонущий в воде предмет, учите собачку его приносить или хотя бы за ним бежать. После этого начинаете с ней игру, сначала на берегу, потом бросаете предмет все ближе и ближе к воде. Затем бросаете в воду около берега, так, чтобы питомец просто помочил лапки. И так постепенно доходите до плавания на маленькой глубине около берега. Таким образом, во время игры собачка полюбит плавание, из-за отсутствия страха перед глубиной, быстро научится плавать правильно, так как изначально будет забегать в воду, касаясь лапами дна, а не так, как многие делают, сразу погружая ее в воду. Кстати, во время обучения нужно всегда оставлять игру незаконченной, чтобы желание поиграть еще с любимым хозяином оставалось на следующие занятия. Иначе собачке может надоесть, и она откажется заходить в воду в другой раз. Занятия лучше проводить неторопливо, контролируя ситуацию, по нарастающей, желательно хотя бы через день-два. И способ второй, более простой. Чтобы научить собаку плавать, подзовите ее к себе, походите у берега рядом с водой, потом зайдите глубже и снова позовите. Когда собака окажется на глубоком месте, она начнет беспорядочно бить передними лапами по воде. В это время нужно слегка поддержать ее под живот, помогая справиться с волнением. Вскоре движения собаки станут более скоординированными и уверенными. Какие правила необходимо соблюдать при купании собаки? Первое. Оптимальная температура для купания собаки плюс 20-22 градуса. Продолжительность купания 10-15 минут. Второе. Лучше всего отправляться на пляж утром или вечером, до еды. Не стоит позволять собаке лезть в воду разгоряченной. Если она только что активно бегала, намочите ей сначала голову и дайте попить. Третье. Не разрешайте собачке и сами не провоцируйте ее нырять. А теперь о том, где лучше не купаться. В реках, прудах и водоемах больших промышленных городов. Не стоит также купать собачку в стоячем водоеме, где живет много водоплавающей птицы, типа уток. Потому что их личинки могут плавать на поверхности воды и внедряться в кожу собаки. Избегайте водоемов с крутыми берегами и быстрым течением. А также тех, где есть подводные ямы и большие камни. Водоемы, которые открыты, СЭС, для купания людей, вполне пригодны и для купания собак, если, конечно, там нет знаков купания собак запрещено. Про бассейн. Конечно, в большинстве есть хлорка, поэтому после купания в бассейне собаку нужно помыть под пресной водой. Про море. Необходимо помнить, что вода в море соленая и может раздражать кожу собаки и глазки. Поэтому после купания в соленой воде обязательно хорошо сполосните собачку под пресноводным душем. А про вопрос Марии Матвеевой отдельно. Так вот, по поводу, куда можно доплывать собаке. Мне кажется, что ей можно доплывать туда, где вы ее видите и где вы чувствуете, что она в безопасности. Если вы ощущаете, что собака может утонуть или что с ней что-то случится, а вы далеко и вас нет рядом, лучше избежать таких ситуаций. По поводу волн. Я думаю, это то же самое, чтобы собака не боялась воды. Если собака воды не боится, то и волны особо ей не страшны. Если, конечно, они не огромные. Если они слишком большие, то собака, скорее всего, будет их бояться. И что взять с собой перед купанием? Думаю, ничего особенного. Достаточно будет полотенца, пресной водички попить, можно игрушку поиграть и поводок, если ходите на поводке. Вот и все. Спасибо за внимание. Присылайте свое видео на мой конкурс в группу. Ссылки есть в описании. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы. Пока-пока. Эйвен, ну что ты там плывешь уже там, а? Да, плыву, плыву, плыву. Я могу, я могу. Давай я тебя тут ловлю. Ааа, блин. Эйвен, блин. А я плыву, прости, Софи. Я плыву, я плыву. Блин, блин. Мам, я из него упала. Эйвен, блин. Эйвен.